И все, привет, ребят! С вами Мистер Ваник и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и вы, как уже поняли, сегодня у нас будет обзор и тест нового устройства на Рикошет. Буквально часов 12 прошло с рестарта и я уже быстренько выбил это замечательное устройство и готов для вас его протестировать, рассмотреть. Сыграем сегодня одну каточку, ну и посмотрим, что это за такой Рикошет, который не похож на Рикошет и который должен быть чем-то очень и очень необычным. Ну и самое главное, узнаем, нагибает ли этот самый замечательный Рикошет. Я думаю, что по корпусу мы оденем какого-нибудь дефолтного Викинга. Этот Рикошет должен стрелять сразу большим количеством выстрелов одновременно. И потом у него, я не знаю, что будет происходить, да, то есть для меня это новое устройство и то, как оно работать будет, я знаю, исключительно из анонса. По режиму давайте выберем TDM, возьмем дефолтный Викинг, возьмем ловкача, не будем даже брать никакого бустера. Запикаемся в катку и посмотрим на работу этого устройства. Я, честно говоря, в предвкушении, посмотрим, насколько мои ожидания будут оправданы. Да, ведь я думаю, что это должно быть реально жесткое, интересное, нагибающее устройство. А сейчас вдруг окажется, что это какая-то шляпа усатая, которая даже не нагибает. Да, то есть у нас вроде как, если я не ошибаюсь, 7 шариков в обоиме, которые летят на безумно большое расстояние. И летят как плазмофакел одно за другим. То есть очень резко. То есть в совокупности мы, короче, имеем, наверное, два устройства. Это плазмофакела и устройство на дальность. Только дальность должна быть еще больше, чем у рикошета с дальностью. Поэтому будет интересно посмотреть. Но нас что-то пока что не закидывает, уже целую минуту мы пикаемся в катку. Пока что что-то не хочет матчмейкинг давать нам бой. Но вот он уже и есть какой-то интересный. Это, можно так сказать, первое новое устройство на рикошетах. Сегодня у нас анонсировали еще два новых устройства. Одно устройство с рикошетом на поджог. И второе устройство с рикошетом, которое критическими выстрелами будет давать безумнейший эффект от всех сразу... Эффект всех сразу в совокупности именно элементов, которые у нас есть. То есть, это, например, эмми, это пробитие, это оглушение. И как оно будет работать, я не знаю. Ладно, все, балаболи много. Хочу запустить. Пробуем? Давайте. Ух, е-моё, ничего себе. А, и баллона сразу нету, да? А, вот такая, короче, торпедочка. Ух ты. Ну, короче, да, плазмофакел плюс рикошет на дальность. Я понял. Я услышал. Делиус называется, да? Рикошет. Ну, да, 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 да. Ну, короче, я понял. Я понял, я понял, я понял. Ну, что я могу сказать? Вот если прям вот по двум-трем снарядам сразу дать моё мнение, да? То есть, он ещё и не рикошетит, да? Это у него, значит, ещё и сплэш. Короче, это устройство имеет сразу же жёсткую совокупность всех устройств вместе взятых. Ещё и рикошет с сплэшом, с дальностью и плазмофакел. Только баллон очень маленький. Ну, и сколько можно урона нанести с этих семи шаров, которые моментально будут вылетать? Я думаю, что маленькое количество урона. Я думаю, что маленькое. Хотя, если средний танк будет хватать, уничтожить... У нас ещё и сегодня новая аптечка появилась. Я сейчас, кстати, только прожимал аптеку и не понимал, что происходит. Я прожимаю аптечку, а у меня и у противника вот этот вот иммунитет от статус-эффектов срабатывает. Я думаю, что это за бред? Я совсем забыл. Ну, в принципе, если грамотно играть, то, мне кажется, может даже очень жёстко нагибать это устройство. Только с ним нужен определённый подход. Тебя надо играть, короче, из-за укрытий каких-то и чуть подсейвово выступать. И тогда оно может очень и очень жёстко работать. То есть, его вот так вот аккуратненько встали, накидали, набэм-бэмсали, набуцкали. Потом, бам, опять набуцкали. Потом опять в сейф ушли, опять баллон у вас накопился, опять накидали. Потом опять ушли в сейф и вот так в такую игру играете. То есть, грубо говоря, вы как будто играете на рельсе. Да, то есть, и у вас есть плюс ещё большая дальность. Прикольно с одной стороны. С другой стороны, один в один, если играть против танков, то ты никаким образом их не переиграешь. Да, то есть, это что-то определённо новое. Что-то определённо новое и что-то, что, ну, наверное, наши игроки ещё не видели. Да. Очень замудрено. Но на дистанции я лично уже сейчас вижу, что его можно будет реализовать. Его можно будет реализовать. Насколько эффективно, это, конечно, вопрос. Но, то-то такое, прям с изюминочкой, с изюминочкой. В совокупности иметь сразу три устройства, ну, это жёстко, согласитесь. Согласитесь, это жёстко. Ещё бы баллончик, конечно, посерьёзней, посолидней. Цены бы вообще не было бы этому замечательному устройству. А так нужно очень аккуратно выдавать свои выстрелы, да. То есть, надо отлично понимать, когда выжимать, да, их, а не просто, знаете, как на пофиг, там, накидываешь урон и даже не смотришь, там, чё там накидал. Но с овердрайвом на викинге, это я, кстати, не прогадал. Это прям очень жёстко. Вот это прям реально жёсткая тема. То есть, викинга овердрайв здесь с этим рикошетом будет работать на 100%. Просто на 100%. Единственное ещё, что можно было бы попробовать, это может быть диктатор, но даже дик, мне кажется, будет слабее викинга. Да, то есть, здесь же проблема в том, что у вас маленький баллон, а как раз-таки с овердрайвом у вас бесконечный баллон на протяжении скольких там секунд? Семи вроде как работает овердрайв викинг. И это будет очень-очень приятным бонусом. Очень приятным бонусом. Мне вот ещё интересно, почему разработчики взялись именно за рикошета и взялись прям очень так серьёзно. Да, то есть, сейчас я так понимаю, что на него будут выходить ещё новые устройства. То есть, у нас вышло вот это устройство, которое вы видите прямо сейчас. И при этом на следующей неделе появится ещё целых два новых устройства. Я думаю, что это не предел и это не конец, и мы будем видеть ещё новые устройства на эту пушку. Я бы, конечно, хотел бы, наверное, увидеть устройство с статус-эффектами, может, на какую-нибудь там жигу, только не те устройства, которые у нас вышли, да, а что-нибудь реально новое, да, то есть, либо там на фреза того же, да. То есть, только новые устройства. Вот, например, на рикошет это новое уникальное устройство. И будет ещё одно новое уникальное устройство, которых нет похожих, да. И главное, чтобы это всё не закончилось на этом рикошете. Это круто, когда они появляются новые. Да, может быть, не все такие жёсткие, но сам факт появления новых интересных устройств, это уже круто. Ещё бы они были бы доступны и можно было бы их получить бы с, например, каких-нибудь челленджей, а не с ультраконтейнеров за донат, то цены бы вообще не было бы этой всей идеей. А так, конечно, то, что у нас в простых смертных нет возможности получения этих устройств, это, конечно, немножко печально. Но на дистанции устройство переходит в золотое свечение, и с золотого свечения уже его выбить значительно проще. Соответственно, через какой месяц после того, как устройство выходит, его уже в теории можно с золотого свечения будет забрать. Поэтому на дистанции, я думаю, что это, в принципе, рабочая вещь, неплохая. И себя она ещё очень даже неплохо проявит и покажет. Так, ну а по этой катке у нас 32 килла, 500 очков, резистов от рикошета в матчмейкинге до сих пор нет, поэтому, ребята, если вы любители рикошета, знайте, что вы берёте эту пушечку. И бэмс бэмс бэмсити, просто бэмс бэмс бэмсити. Баллона, да, видите, насколько мало, что мне даже не хватило уничтожить обычный средний танк с бронёй, который поражал аптечку в тайме. Но, если привыкнуть и грамотно реализовывать, то я уже, повторюсь, вижу, как можно извлечь супервыгоду с этого замечательного устройства. Так, всё. Ещё нужно сейчас проверить быстро работу аптечки. Я думаю, что про аптечку я вообще отдельно буду видос записывать. Главное, наверное, это контр хантера, и сейчас было бы вообще неплохо его доконтрить сразу, где-нибудь, если мне хантер попадётся. Там был уже... О! Блин, я не успел аптеку нажать. Попался хантер, но я не успел аптечку нажать. Если бы успел нажать аптечку, то его бы эффект не сработал бы. Мне бы этой как раз-таки одной секунды хватило бы, чтобы его эффект не сработал. Но, как видите, показывает практика, надо очень жёстко ещё тайминг словить, чтобы прожать аптечку. Мне вот сейчас было как-то, ну, некомфортно её прожимать, и я не успел. Я не успел. Но надо ещё разочек попробовать, если сейчас попадётся какой-нибудь хантер, который будет сжимать. Сработает у меня или нет. И там вообще сам эффект, овердрайв, вернее, заряжается ещё где-то секунду. Может, если я буду видеть, как хантер прожимает овердрайв и нажму в этот же тайминг аптечку, у меня статус-эффект успеет пропасть, и потом наложатся эффекты именно от овердрайва хантера. Я не знаю. Надо попробовать. Было пару уже ситуаций, в которых я мог это проверить. Но, видите, к сожалению, я их не реализовал. Но лёгкие танки вообще очень жёстко можно уносить с этим устройством. Танки, которые средние и которые тяжёлые, надо чуть более грамотно двигаться. И тогда, я думаю, что тоже можно будет его реализовать. Так, овердрайв у нас. Бавно, дальность, да, дальность, как у рикошета с дальности. Дальность, как у рикошета с дальности. Ну, интерес, интерес, интерес. С овердрайвом прям жёсткий интерес. Без овердрайва не так интересно. А вот с овердрайвом, с овердрайвом прям реально крутая вещь выглядит. Выглядит круто, стреляет быстро. И если еще тайминг поймать И собрать например 3-4 танка рядом с собой То мне кажется По ощущениям можно Ну нормальную такую котлету накидать Прям такую хорошенькую котлеточку Накидать Но видите Для этого надо чтобы все звезды сошлись Ну в принципе 50 кило Для такой катки считаю что наверное Хороший результат Видели сейчас Хантер прожимал овердрайв И у него должен был нанестись По мне эффект пробития Я в тайминг нажал аптечку И эффект пробития не нанесся Легкая контра Вообще легчайшая 49 кило За сколько там минут 10 Может чуть меньше Для такой катки наверное очень хороший даже результат Прям очень хороший результат Ну и по ощущениям рикошет Годный Поэтому ребят если У вас есть возможность его выбить И вы думаете выбивать или нет Я бы на вашем месте бы выбил Но понимаете Что вы С этим рикошетом Не сможете играть Как с дефолтным рикошетом Да то есть вы не можете пушить Прям вот жестко пушить Да то есть Один в один В упоре Вы не один танк не переиграете Вам нужно обманывать Вам даже нужно тянуть на дистанцию И играть От накидки Спрятался Накидка Спрятался И вот от такой темы играть Да то есть Ну как будто вы Чисто там В спарринге боксируете Да То есть Хоп Накинул Закрылся Накинул Закрылся То есть такая схема должна быть И тогда будет все четко работать И тогда вы сможете такое устройство реализовать Но это чисто мое первое ощущение Я все таки Как и вы Только только его увидел И вот считаю что именно так его можно будет реализовать Пишите что вы думаете По поводу этого замечательного рикошета Понравился вам видеоролик или нет Поддержите Если понравился Конечно же его лайком Также не забывайте Подписываться на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимать на колокольчик Дабы не пропускать новые видеоролики Ну и Не забывайте Про тег создателя контента Который находится у нас В настроечках В аккаунтике Мой личный тег Тактимп Здесь вы заходите Бум бэм 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 Хоп 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 Выбираете И Если оформляете покупочку За реальную валюту в магазинчике Покупаете танкойны Покупаете Прямочку Поддерживаете меня Этой замечательной покупочкой И также Имеете Возможность Поучаствовать в розыгрыше На 50 тысяч тонкоинов И на 2 миллиона кристаллов Ссылочка на форму Которую нужно заполнить При покупке И все условия В описании Поэтому переходите Читайте Если вам это интересно Выполняйте И Формите Кэшбэк И Наваливайте У меня друзья на этом все Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Субтитры сделал DimaTorzok